Житель Самары Алла Бондаренко рассказывает, налоги платит своевременно. Сегодня пришла в налоговую инспекцию, чтобы уточнить, все ли в порядке с ее декларацией, которую она подала через личный кабинет налогоплательщика. Заполнить ее самостоятельно, говорит, труда не составила. Продала машину, получила доход, подала декларацию, вот пришла узнать, как все сложилось. Сказали, что все хорошо, всем советую, только через личный кабинет. Отчитаться о доходах также придется и тем, кто в прошлом году продал недвижимость, которая была в собственности меньше пяти лет, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал в доход от зарубежных источников. Также декларации должны представить индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты, открывшие адвокатский кабинет. Уплата налога производится до 15 июля включительно. Узнать о том, нужно ли вам подавать декларацию, можно несколькими способами. Налоговая инспекция информирует через средства массовой информации. Подробная информация всегда в открытом доступе и на сайте ФНС России. Не представляют декларации по доходам, полученному в виде дарения, если это дарение произошло от близких родственников, то есть это родители, дети, бабушки, внуки, братья и сестры. Либо, если проданное имущество находило в собственности более минимального срока, то есть это 5 лет для недвижимости, которая была приобретена по договору купли-продажи, либо по долевому строительству, и 3 года, если имущество было получено в дар. Если не подать декларацию в налоговую в установленный срок, а в этом году он заканчивается 2 мая, налогоплательщику будут начислены пени и выписан штраф. Елена Чернявская, Константин Головин. События.